Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с событиями, которые произошли к этому часу. Создание наукограда и поддержка крупного бизнеса. Губернатор принял участие в экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Будущие улицы Самары в виртуальном воплощении. Самарцам показали, как чемпионату мира будут выглядеть Ташкентская, Арена-2018 и дальние. Гости из Поднебесной в Самарской области начался российско-китайский молодежный форум «Волга-Янцзы». Молодые и дерзкие под Самарой стартовал международный фестиваль «Иволга». Лечение с комфортом в больнице Пирогова установили новые кондиционеры. Губернатор Николай Меркушкин принимает участие в международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Глава региона обсудил с руководством Шнайдер Электрик перспективы развития компании в Самарской области. Сейчас предприятие активно развивается, проводит модернизацию оборудования. Губернатор подчеркнул, что проекты, которые реализует компания, исключительно важны для развития региона. Мы видим, как вы пытаетесь на самом деле сделать Самару таким мощным центром, в том числе инженеринговым, те направленные предприятия, трансформаторный завод, который заложен, планы, которые строятся в том числе и в рамках подготовки кадров. Мы видим, что намерение, они очень серьезные, они очень полезны будут нам. Также глава региона встретился с президентом Лукоил, Вагитом Олег Первым. Обсудили ход реализации в регионе социальных проектов нефтяной компании. В частности, речь идет о финансировании завершения строительства физкультурно-оздоровительного комплекса «Победа в кошках». Строительство ФОКа стоит на особом контроле руководства Лукоила. Самарская делегация принимает участие в форуме лучших муниципальных практик. В Уфу съехались представители 70 городов страны. Среди них и делегации из Самары, которую возглавляет глава города Олег Фурсов. Форум лучших муниципальных практик проходит уже в четвертый раз, и в этом году он приобрел статус международного. К участию в нем присоединились делегации городов Южной Кореи, Китая и Великобритании. Как заявил Олег Фурсов в ходе пресс-конференции, самарская делегация поделится опытом сотрудничества муниципалитета с городами-партнерами, в частности со Старозагора и Штутгарта. Также представители Самары выступят с докладами на секциях, где расскажут о взаимодействии с волонтерскими и добровольческими организациями, ТОСами, выстраивании межнациональных отношений, привлечении инвестиций и стратегическом планировании в сфере ЖКХ и благоустройства. Союз российских городов считается общепризнанной площадкой, серьезной, где обмениваются лучшим опытом, действительно лучшими муниципальными практиками. И помимо этого, сама площадка, вот эта дискуссионная, переговорная, она является, ну, фактически законодателем неких таких инициатив, которые меняет федеральное законодательство, что для нас тоже крайне очень важно. Как будут выглядеть три Самарские улицы на подъезде к стадиону Самара-Арена, можно увидеть на визуальных проектах. В планах реконструировать улицу Ташкентская. Это позволит разгрузить движение по основным магистралям, а также построить две новые улицы, Арена-2018 и дальние. На время проведения чемпионата дорога Арена-2018 станет основным маршрутом следования. Улица соединит Волжское шоссе и Демократическую. Особенностью проекта тротуар 9-ти метровой ширины. Он рассчитан на 11 тысяч пешеходов в час. Улица Дальняя начнется на пересечении с Московским шоссе. Конец трассы будет расположен на примыкании улицы Арена-2018. Ввести объекты в эксплуатацию планируется в 2017 году. Сегодня в Самаре начался российско-китайский форум «Волга-Янзы». Из Поднебесной прибыла большая делегация – 165 человек. До начала форума гости знакомились с Самарой. Они читают Пушкина и Достоевского, изучают русский язык и интересуются традициями нашей страны. Знакомство с городом они начали с Краевеческого музея. Перед вами вид на Самару с правого берега Волги. В музее Алабина не так часто встречают столь внимательных посетителей. Большинство студентов Аньхойского университета впервые не только в Самаре, но и в России. Многие из ребят изучают русский язык, но хотят понимать не только речь, но и нашу культуру. Мне очень повезло, что я приехала в Самару. Я хочу своими глазами видеть эту страну. Перед поездкой в Россию китайские студенты проштудировали много информации о нашей истории и почитали русских классиков. Волга-Янзы. Форум называется в честь двух великих рек. Самой длинной в Европе и самой многоводной в Евразии. Членам китайской делегации интересно было сравнить их воочию. Раньше я видел Волгу только на картинах. Сегодня она была очень спокойной и легкой. А Янзы течет с горы, на ней много порогов. Это единственная разница. Убереки очень важны для наших стран. Не так много времени было у китайских студентов для знакомства с Самарой, но ребята полны впечатлениями. Они отметили необыкновенное радушие жителей города и высокий экономический потенциал. Впереди общение со сверстниками из разных регионов и стран на Иволге. Инесса Панченко, Григорий Плешаков. События. Ни хао по-китайски здравствуйте. Сегодня можно было услышать на всех улицах Самары. Из музея Лабина студенты отправились прогуляться по историческому центру. К ним присоединилась Марианна Мирная. Партнерство между городами, стоящими на самых длинных реках русской Волги и китайской Янцзы, не первый год приносит плоды. И многие студенты из Китая в перспективе хотели бы учиться в Самаре. Я думаю, что этот город на улице очень чистый и очень красивый. И если у меня есть шанс, я очень веселый, чтобы буду учиться в России. Мы хотим познакомиться с городом, его историей, развитием, узнать людей и завести новых друзей. Экскурсия по историческому центру – настоящий подарок для китайцев, которые так любят фотографироваться. Набережная Волги, драматический театр, пешеходная Ленинградская. Программу для гостей из Поднебесной подготовили наши волонтеры, студенты исторического факультета. Эта делегация очень понравилась, потому что ребята большие молодцы. Мы предполагали, что они не будут знать ни русского, ни английского. Но мы были очень поражены тем, что у них семь человек знают русский язык, притом очень хорошо им владеют. Они практически все говорят на английском языке. И то есть они понимают с полуслова, всегда доброжелательные, отзывчивые. После экскурсии по городу и знакомства с его историческим центром, делегация из Китая отправится на молодежный форум Иволга, где будут обмениваться опытом и общаться с самарскими студентами. Мариана Мирная, Максим Гусев, События. Самара на 10 дней стала молодежной столицей России. На Мострюковских озерах стартовал форум Иволга. На поляну приехали более 2000 участников из Приволжского федерального округа и других регионов страны. А также две иностранные делегации. На торжественном открытии форума побывала Марина Матвейшина. Четыре, три, две, одна, ноль, полетели! Старт дан. Иволга 2016. Все только начинается, но атмосфера поляны уже пропитана драйвом и невероятной энергетикой. О том, что самый грандиозный молодежный форум открыт, слышно далеко за пределами сцены. С фирменными кричалками своих смен сюда стекаются все участники. Форум проходит четвертый год и собирает самую талантливую и креативную молодежь Приволжского федерального округа. Чтобы стать участником, молодые люди должны были придумать и зарегистрировать собственный проект. В этом году молодежный форум Иволга побил рекорд по количеству заявок. Свои проекты зарегистрировали более 6000 участников. Их конкурс составил 3,5 человека на место. 2000 участников из регионов ПФО, более 300 ребят из других городов России в федеральной смене. И иностранные делегации. Из Китая и впервые на Иволгу прибыли французы. Они автопробегом и на российских машинах преодолели расстояние в 1000 километров от Москвы до Самары. Задача состоит прежде всего в том, чтобы наладить контакты с российскими студентами и другими учебными заведениями России. Во-вторых, представить свои учебные заведения и свою страну. И рассказать о нашем проекте, который мы приготовили и который привел нас сюда. Это прекрасная идея организовать фестиваль здесь. Объединить молодежь Европы, России и Азии. Я имею в виду китайскую делегацию. Поскольку это дает возможность ребятам как общаться, так и делиться идеями. Кроме того, я думаю, это может изменить международную ситуацию, сделать молодежь ближе к друг другу, понять и реализовать совместные проекты. Форум продлится 10 дней. Каждый день расписан буквально по минутам. Программа включает в себя тренинговые занятия, конвейер молодежных проектов, культурные и спортивные мероприятия. Это является действительно самым большим, крупномасштабным молодежным мероприятием. Мы с удовлетворением отмечаем, что город Иволги растет. Об этом свидетельствует и инструктура, которая развивается, которая наполняется новыми творческими и содержательными элементами. Сегодня я имел удовольствие пообщаться с ребятами. Ну и те несколько десятков минут, с которыми поговорили с делегацией одной смены, второй смены, третьей смены, можно сказать, что зарядился уже минимум на неделю. Работа формы будет разделена по 10 сменам. По всем направлениям ожидаются встречи с интересными людьми – учеными, олимпийскими чемпионами, политиками, представителями СМИ. У нас год от года растет и призовой фонд. В этом году он вырос на 2 миллиона рублей, поэтому у ребят открываются новые возможности по отбору и реализации собственных проектов. Каждый год Иволга имеет свою особенность. В год кино участники представят свои короткометражные документальные фильмы. Есть идея снять кино и про саму жизнь на поляне. Марина Матвеевична, Станислав Левин, События. За малым бизнесом будущее. Больше 350 миллионов рублей предусмотрено в этом году на развитие предпринимательства в регионе. Как заручиться поддержкой государства и успешно развивать бизнес, с Амарцем рассказали на площадке проекта на связи с губернатором. Рискнуть и не прогореть. Как открыть свое дело, чтобы оно превратилось в выгодные предприятия, а не в опасную авантюру? Начинающих и потенциальных бизнесменов волнует масса вопросов. Но бегать по инстанциям в поисках ответов зачастую не хватает времени. Площадка «Малый бизнес» проекта на связи с губернатором предоставляет уникальную возможность получить ответы в одном месте. В прошлом я главный бухгалтер, занимался финансами. Сейчас просто я ищу что-то свое. Не хочется быть наемным рабочим, хочется что-то свое открыть. Поэтому мне сегодняшняя конференция интересна. Может, какие-то знакомства здесь завести, нужные для бизнеса в дальнейшем. Здесь можно ознакомиться со всеми последними изменениями в законодательстве в сфере бизнеса. Узнать о мерах господдержки предпринимателей, задать интересующие вопросы как общего характера, так и по конкретной ситуации. Специально для этого здесь собрались представители различных структур, начиная от Минэкономразвития области до надзорных органов. Мероприятие вызывает живую отлик у предпринимателей. Им это интересно, им это нужно. Они приходят, они хотят слушать то, что им говорят, они слышат. То, что им говорят, понимают это. И, соответственно, они пользуются всеми возможными механизмами поддержки, механизмами защиты, которые государство им предоставляет. Интерес людей – не единственный показатель эффективности такой площадки, говорят специалисты. Проект на связи с губернатором реализуется в регионе уже четвертый год. И все это время малый бизнес укрепляет свои позиции. А те, кто первый раз приходил на конференцию в раздумьях, открывать ли свое дело, уже успешно ведет свой бизнес. Марина Матвеевична, Алексей Золотенков, События. А теперь коротко о других темах дня. На все 100 в Самарском регионе максимальное количество баллов на ЕГЭ по русскому языку набрали 127 выпускников. Этот предмет обязательный. Его в Самарской области сдавали свыше 13 тысяч человек. Известные результаты экзамена по литературе. Почти из тысячи выпускников более 30 получили высший балл. Скоро свою оценку узнают и те, кто сдавал профильную математику. Итоги огласят 21 июня. Самарцам, которые отправляются на пикник, рекомендуют не купаться в озерах. Роспотребнадзор предупреждает, вода в водоемах не прошла санитарную проверку. Норме не соответствует 5 пропасть 47. В основном речь идет о неорганизованных пляжах. Новокуйбышевских озерах, реке Кривуши, а также участке Волги около Турбаза Утес. 61-й автобус теперь будет ходить по-другому. Его маршрут продлили, он протянулся через весь город. От Хлебной площади до торгового центра Колизей. Уехать на нем теперь можно позднее. Последний автобус отправляется в рейс в 10 часов вечера. В час пик интервал движения составит 10 минут. А вот 61-му Д повезло меньше. Этот маршрут решено закрыть с формулировкой «за ненадобностью» и из-за жалоб пассажиров на некомфортабельные перевозки. 10 литров незаконного алкоголя на сумму в 5 тысяч рублей оперативники изъяли в кафе на проспекте Кирова. Проверку полиция проводила вместе с представителями народного контроля. Нерадимому предпринимателю теперь грозит штраф. Заплатить придется от 14 до 20 тысяч рублей. В Самаре построят ипподром по проектам аналогов в Финляндии и Курске. Документация уже поступила в регион. Располагаться конная арена будет в Волжском районе около поселка «Власть труда». На строительство уйдет не меньше года. Беговые дорожки и трибуны вместимостью до 3 тысяч человек планируют построить на площади более 7 тысяч квадратных метров. Предполагается, что рядом с ним появится конно-спортивная школа. На поправку с комфортом пациенты хирургического отделения больницы Пирогова получили подарок от партии «Единой России». Новые кондиционеры установили в палатах, где проходят лечение ветераны войны и участники боевых действий. С подробностями Юлия Черняева. Новенькие кондиционеры появились в палатах хирургического отделения больницы имени Пирогова. Это подарок ко дню памяти от партии «Единой России» ветеранам войны. Бывшего летчика Михаила Петрова, участника боевых действий в Афганистане, на днях обещают выписать. Восстанавливаться после операции он будет уже дома. А пока идет монтаж кондиционера, спасается от жары привычными способами. В хирургическом отделении больницы к комфорту в палатах относятся трепетно. Но для ветеранов войны и боевых действий всегда хочется сделать немного больше. Где-то не хватает бытовой техники, где-то есть потребность в кондиционерах. Помощь всегда приходит быстро. Новые кондиционеры успеют установить до наступления жаркой погоды. Погода очень жаркая, и мы хотим, чтобы у них были приятные условия пребывания в медицинском учреждении. Соответственно, мы решили сделать сегодня такую акцию, мероприятие, которое будет регулярно проводиться, преподнести такой подарок им в виде пяти кондиционеров. Нам обещали, что эта традиция будет продолжена, потому что у нас на каждом отделении такие палаты существуют, и поэтому, конечно, мы очень рады, что наши уважаемые ветераны, участники боевых действий будут находиться в нормальных условиях, тем более впереди жаркое лето. Акция не разовая, а долгосрочная. Необходимую бытовую технику от «Единой России» планируют установить сразу в нескольких больницах города. Имени Пирогова, имени Семашко, городской поликлиники номер один и в Красноярской районной больнице. Юлия Черняева, Григорий Плешаков. События. Красота и порядок собственными руками. Житель дома 22 по улице Артемовская решил сам благоустроить территорию. О цветах ничего не знал, но все получилось. И теперь маленький зеленый уголок стал местной достопримечательностью. Посмотреть на зеленый рай в центре города отправилась наша съемочная группа. Город-сад своими руками. Житель Октябрьского района Самары Евгений Галкин – строитель и преподаватель военной кафедры в университете. К ландшафтному дизайну раньше отношения не имел. Но, говорит, однажды понял – хочешь жить в Раиву, построй его своими руками. Вначале было так. Неухоженный газон, высохшая земля. Практически пустырь. А теперь стало вот так. Зелень, цветы, каменные дорожки. И все это вокруг одного конкретного дома в Октябрьском районе Самары. Не за семь дней. За четыре года. Но один человек это сделал. О цветах Евгений ничего не знает. Даже не ведает, как называются некоторые растения, которые он посадил и вырастил своими руками. Зато вместо пустыря теперь – настоящее маленькое рукотворное чудо. Было ужасно грязно. Да, окна мои находятся здесь. Вот здесь, подо мной, вот здесь, где вот клубочка, да, теплотрасса. Ее постоянно перерывают. Оставляют после себя ужас. Жить стало невыносимо. Хотел попробовать. Сподвигли дизайнеры, уникальнейшие люди. Я на них посмотрел, попробовал. Получается. Вот и все. Соседи идею поддержали сразу. Помогали кто чем может. Теперь планируют завершить обустройство газона. Очень нравится. Но ему нужна поддержка, в том числе и материальная поддержка. Потому что все эти растения достаточно дороги. Полив осуществляет. Все очень нравится. Но нужно время еще, чтобы вот дальше он продолжал. Сначала он все делал около своей квартиры. А затем соседи увидели и попросили все это продолжить. В администрации района инициативного жильца поддерживают и обещают поощрить. Администрация помогает по мере возможностей, поддерживает жителей, так скажем, по мере своих возможностей и своих полномочий, которые у нас имеются. Глава администрации таких жителей выделяет особыми почетными грамотами, памятными подарками и призами. То есть это никогда не остается в тени. В этом году в рамках программы «Цветущая Самара» на улицах города появились тысячи цветов в вазонах и на клумбах. Только в Октябрьском районе планируют установить больше 300 вазонов. 22 каскадные конструкции. Обустроить свыше 3000 цветников. Преображать город властям помогает бизнес. Андрей Трой, Константин Головин. События. Теплый июнь оказался совсем неласковым для жителей Советского Союза 75 лет назад, когда началась Великая Отечественная война. В музее имени Фрунза открылась выставка, посвященная бойцам, оборонявшим Брестскую крепость. Страницы истории перелеснул наш корреспондент. Брестская крепость. Советская цитадель первой, принявшая удар немецких войск 22 июня 1941 года. Более 3,5 тысяч солдат, офицеров, медиков и пограничников несколько месяцев обороняли Брестскую крепость против десятикратно превосходящих сил противника, сорвав гитлеровский план Барбаросса. Подвиг советских воинов, погибших в крепости, стал символом мужества. О нем рассказывают книги, фильмы, а теперь и экспозиция, которая открылась в Самарском доме музея Михаила Фрунза к 75-летию начала Великой Отечественной войны. Наша главная задача донести до современных коленей, особенно до молодежи, то, что наши солдаты были действительно солдатами с большой буквы. И, к сожалению, сейчас в мире такая тенденция, что пытаются очернить роль и влияние Советского Союза. И вот как мы все равно пытаемся доказать, показать людям, что все-таки какая мощь обрушилась на нас, на Россию, а какая была на другие страны. Военная форма солдат Красной Армии и вермахта. Оружие, боеприпасы, модели военной техники, карты и, конечно, солдатские письма. В некоторых, отправленных в Куйбышев за несколько дней до нападения, ни слова о возможной войне. А потом молчание. И только спустя год, после того, как советские войска вошли в Брестскую крепость и захватили документы австрийской дивизии вермахта, стало понятно, какой подвиг совершили защитники Брестской крепости ценой собственных жизней. Историю крепости посетители музея слушают в полном молчании, а потом с интересом рассматривают экспонаты. Мне интересно посмотреть на все, как было, как все происходило. Наши, так сказать, предки, можно так выразиться, бились за родину. Они, как говорится, бились насмерть. И это очень, так сказать, очень эпично слушать. Я часто закрывал глаза, сам представлял, как это все происходило. Это очень важно. Об этом должны все помнить. Я очень, так сказать, рад, что я очень люблю свою родину, Россию. Я понимаю, что русский народ, русский народ, он сильный. Выставка, посвященная подвигу солдат Брестской крепости, продлится до 15 октября. Алина Чемерис, Андрей Трой, Максим Гусев. События. Новости спорта в эфире. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Спонсор программы «Капли Акуметил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акуметил. Здоровье и сияние ваших глаз. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Пятиклассница Полина Котляева за мячом бегает, как только пришла в школу. В этом году ее команда «Планета номер три» на районных соревнованиях «Лето с футбольным мячом» завоевала второе место. Кайф в том, чтобы заработать медали для некоторых, для некоторых, чтобы получить кубок за какое-то достижение. Для меня кайф просто поиграть в футбол. Хвастаюсь, что у меня брали интервью. Александр Царев в футбол играет целый год в школьной команде. Любит погонять мяч и с друзьями во дворе. В каждом матче забивает по одному-два мяча. Как его кумир – аргентинец Леонель Месси, нападающий испанской Барселоны. Александр хочет быть похожим на него во всем. Я себя ощущаю, как взрослый футболист Леонель Месси. Он поднимает руки, целует их и наверх показывает. Отборочный этап соревнований «Лето с футбольным мячом» прошел и в промышленном районе Самары. Если в прошлом сезоне сыграло около полсотни команд, то в этом уже почти 70, и 9 из них женские. Подростки мечтают стать профессионалами, взрослые их в этом поддерживают. Но признаются, и в любительском спорте можно получать яркие эмоции. Мне было 16 лет. Золотую медаль вручали. Тоже участвовал в турнире «Золотая шайба» в дворце спорта. Такое вот. Я помню этот день и храню эту медаль. «Лето с футбольным мячом» из дворового турнира по принципу «бей-беги» постепенно превращается в любительские команды. Имеют постоянный состав. С футболистами работают профессиональные тренеры. «Лето с футбольным мячом» подарит нам новые звездочки. И лет через 5-8 мы будем видеть в сборной России игроков, которые будут биться за победу, будут выигрывать. И будут именно истинные мастера. Чемпионов промышленного района турнира «Лето с футбольным мячом» ждет городской финал. А если повезет, то и матчи за место на пьедестале почета областных соревнований. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок